Уважаемые друзья, пожалуйста, подписываемся на канал, и поддержите его лайком, а я приветствую вас на моем канале, сегодня мы с вами обратим свой взор к пирамидам мира, чтобы увязать эти строения воедино. Правдивая история боснийских, перуанских, мексиканских, китайских и египетских пирамид в едином векторе. Сэм Семирас Манагич, доктор философии расскажет нам о перуанских, мексиканских, китайских и египетских пирамидах, в чем их смысл и значение. Иностранный член Российской Академии Естественных Наук. Профессор антропологии и директор Центра археологии и антропологии в Американском университете в Боснии и Герцеговине. Почти все, чему нас учат о древней истории, неверно о происхождении людей, цивилизации и пирамид. Homo sapiens 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 не являются результатом эволюции, и биологи никогда не найдут недостающее звено, потому что разумный человек является продуктом генной инженерии. Шумеры – это не начало цивилизованных людей, а скорее начало самого последнего цикла человечества. И, наконец, оригинальные пирамиды, самые превосходные и самые старые, были построены продвинутыми строителями, которые знали энергию, астрономию, геометрию и строительство лучше, чем мы. Чтобы понять древние памятники, нам нужно рассматривать их с трех точек зрения – физической, энергетической и духовной. Наших научных инструментов просто недостаточно, чтобы объяснить назначение древнейших пирамид. Ведущие ученые, археологи, историки и антропологи с их жестким подходом часто являются главным препятствием для научного прогресса. Необходимо преодолеть разрыв между физической и духовной наукой, если мы хотим полностью понять прошлое. Каменный блок весом в 1200 тонн в Баальбеке, что в Ливане, и они нуждаются в объяснениях. Кто смог сформировать, переместить и установить в четыре раза большие блоки, чем наши возможности в 22 веке. Мегалитические памятники Янагуни в Японии, действительно относятся к предыдущему циклу человечества. Они являются неоспоримым доказательством того, что на дне Тихого океана, на глубине 80 метров ниже уровня океана, в этом районе жила развитая культура более 12 тысяч лет назад, прежде чем огромное количество льда растаяло, и уровень Тихого океана поднялся на 80 метров. Мачу-Пикчу в Перу, рассказывает историю четырех самобытных цивилизаций и разных стилей строительства, первая цивилизация является самой развитой. В то же время во всех книгах по истории рассказывается о том, что инки были строителями своего королевского убежища в последнее время. Новая датировка древнейших и превосходящих перуанских, мексиканских, китайских и египетских пирамид перенесет нас намного назад, к признанной истории и известным правителям. То же самое касается непризнанных и обнаруженных пирамид на Маврики, Канарских островах, Таити, Австралии, Амазонии, Крите, Южной Африки, Камбоджа, Италии или Индонезии. Древнейшие китайские и египетские пирамиды намного превосходят те, которые были сделаны позже, как неудачные копии. Старые построены из блоков гранита, известняка и песчаника, более поздние намного меньше и построены из сырцовых кирпичей. Следы более развитых существ повсюду вокруг нас. В то же время, ведущие ученые пытаются вписать эти памятники в свои временные координаты, фальсифицируя правду. 200 пирамид Кахоки в США, демонстрируют астрономические знания строителей, которые перевезли несколько миллионов тонн строительных материалов и знали разницу между космическим и магнитным Севером. Мир Мая в Центральной Америке, является примером знания Вселенной. Наша Солнечная система вращается вокруг Млечного Пути, и этот 26-тысячелетний цикль в календаре длинного счета, влияет на всю живую жизнь на нашей планете. Анасази, предки индейцев Поэбло на юге США, не нуждались в алфавите или физических средствах связи, чтобы распознать опасность в разных измерениях, исходящую из глубины Вселенной. Пока они остаются в рамках, археологи Минстрима никогда не смогут объяснить инструменты и логистику, необходимые для создания каменных голов на островах Пасхи, обработанных гранитных блоков комплекса пирамид Акапана в Боливии или функции камер в пирамидах Гизы. Каменные сферы Западной Мексики, Южной Коста-Рики, острова Пасхи или 20 мест в отдаленной Боснии и Герцеговине являются очевидным доказательством понимания и манипулирования формами и энергетическими полями в далеком прошлом. Вдобавок ко всему, открытие Боснийской долины пирамид говорит нам о том, что мы не знаем нашу планету. Мы могли бы отправиться на Луну, но нам все еще нужно исследовать нашу Матушку Землю. Еще больше тайн ждут, чтобы их раскрыли и благодаря древним знаниям, помогли нам восстановить равновесие. Какое значение открытой Боснийской пирамиды? В апреле 2005 года впервые отправились в город Високо, расположенный в 30 километрах к северо-западу от Сараева, столицы Боснии и Герцеговины. Внимание привлекли два холма правильной формы, которые позже назвали боснийскими пирамидами Солнца и Луны. На протяжении тысячелетий местные жители считали эти холмы природными явлениями, потому что они были покрыты метровым слоем почвы и растительности. Однако, когда впервые увидели их треугольные грани, одинаковые склоны, очевидные углы и ориентацию по сторонам света, все поняли, что они должны были быть построены силой, отличной от природы. Поскольку десятилетиями занимались исследованием пирамид, что пирамиды, найденные в Китае, Мексике, Белизе, Гватемале или Сальвадоре, представляют собой тот же случай пирамид, покрытых грязью и растительностью. В 2005 году была начата работа над этим проектом, и доктор Сэм Семир Османагич заплатил строительным компаниям и геологам за керновое бурение и геоморфологический анализ. На пресс-конференции в Сараево в октябре 2005 года он объявил миру, что были обнаружены первые пирамиды в Европе. Вскоре после этого они основали некоммерческий археологический парк. Фонд «Боснийская пирамида солнца» и с тех пор исследования пирамид в Боснии стали крупнейшим в мире междисцепленарным научным проектом в области археологии. Это открытие имеет историческое значение и меняет наши знания о ранней истории Европы по нескольким причинам. Это первые пирамиды, обнаруженные в Европе. Здесь находится самая большая пирамидальная структура в мире, Боснийская пирамида солнца, ее высота превышает 220 метров, это намного выше, чем Великая Египетская пирамида в 147 метров. По данным Боснийского института геодезии, Боснийская пирамида солнца имеет наиболее точную ориентацию на космический север с погрешностью 0 градусов, 0 минут и 12 секунд. Боснийская пирамида солнца полностью покрыта искусственно изготовленными бетонными блоками. Свойства бетона, в том числе высокая твердость до 133 мегапаскалей и низкое водопоглощение около 1%, по данным научных учреждений по материалам в Боснии, Италии и Франции, намного превосходят современные бетонные материалы. Пирамиды, покрыты почвой, возраст которой, по данным Государственного института агропедологии из Сараева Босния и Герцеговина, составляет от 12 тысяч до 15 тысяч лет. Радиоуглеродное датирование органического материала, обнаруженного на бетонных блоках и подметровым слоем грязи и глины, проведенное Институтом углеродного датирования из Киева, Украина, в августе 2012 года, подтвердило, что строительство там уже велось 24 800 плюс-минус 200 много лет назад. Эти находки подтверждают, что боснийские пирамиды также являются старейшими известными пирамидами на планете. Под боснийской долиной пирамид находится обширная сеть подземных туннелей и камер, протяженностью более 10 миль. В подземном лабиринте были обнаружены керамические скульптуры массой до 9 тонн, что делает их самыми крупными из найденных до сих пор в Древнем мире. Несколько групп физиков и инженеров-электриков из Хорватии, Италии, Сербии и Финляндии обнаружили и измерили энергетический луч, он электромагнитный по своей природе, проходящий через вершину боснийской пирамиды Солнца. Радиус луча составляет 4,5 метра, частота 28 килогерц, напряжение 3,9 вольт. Луч непрерывен, и его сила растет по мере того, как он движется вверх и от пирамиды. Это явление противоречит известным законам физики и технологии. Это первое доказательство негерциянской технологии на планете. Похоже, что строители пирамид давным-давно создали вечный двигатель, и эта энергетическая машина все еще работает. Кроме того, на вершине боснийской пирамиды Солнца был обнаружен пучок ультразвука той же частоты, который поступает регулярными блоками на расстоянии 9 Герц друг от друга с пиками 28 килогерц. Это свойство энергетических машин, а не естественные пирамидальные холмы. К концу 2012 года источник энергии был расположен в 3 километрах под пирамидой с мощностью более 10 киловатт. В подземном лабиринте в 2010 году были обнаружены 3 камеры и небольшое голубое озеро. Энергетический скрининг показывает, что уровень ионизации 43 тысячи отрицательных ионов в 200 раз выше, чем средняя концентрация снаружи, что превращает подземные камеры в комнаты исцеления. Дальнейшее электромагнитное обнаружение в 2011 году подтвердило, что уровни отрицательного излучения через решетки Хартмана, Кори и Шнайдера в туннелях равны нулю. В туннелях не было обнаружено технического излучения от линий электропередач или других технологий, и никакой космической радиоактивности. Керамические скульптуры расположены над потоками подземных вод, и отрицательная энергия преобразуется в положительную. Все эти эксперименты указывают на то, что подземный лабиринт является одним из самых безопасных подземных сооружений в мире, что делает его идеальным местом для омоложения и регенерации организма. 200 лет египтологии не дали удовлетворительного ответа на вопрос о том, какова была реальная цель самых старых и самых превосходных пирамид. Возможно, изменив наши истоки или научившись лучше понимать наши истоки, мы также сможем изменить наше настоящее и наше будущее к лучшему. А я с вами уважаемые друзья увижусь в следующем видео, и спасибо вам огромное за лайки и подписку и увидимся на руинах, и я желаю вам удачи и здоровья, и приходите, пожалуйста, еще.